В студии у нас Николай Леонов, а также Рафаэль, наш гость. Сегодня Николай расскажет нам о том, как правильно кормить жадных собак. Есть такие, которые не могут становиться, им все время нужно что-нибудь есть. Доброе утро. Молодец. Доброе утро, Николай. Есть у нас разные собаки и есть разные аксессуары для таких собак. И есть жадные собаки. Я думаю, что вот если я миску не взял именно для жадных собак, у нас они закончились просто. Они такие, со всякими выростами. Вы можете прям погуглить и найдете такую миску. Зачем она нужна? Потому что есть собаки, которые глотают. Просто насыпали им корм, 2 секунды, корма нет. Вот эта миска дает возможность переедать и медленно ездить. Но у нас еще есть миски для собак, которые упитанные. Да, и нужно взвешивать. Вот эта миска с весами. Видите, здесь весы. Да, вот здесь есть весы. Я ее сейчас поднял, она не очень на весу работает. Но у нас есть лакомство для Рафаэля, да, и мы можем его взвесить. Она ровно 195 грамм. Вот, для чего такая миска? Для того, чтобы вы не задумывались и не покупали отдельные весы для собаки. Насыпали норму корма, и все. И эта норма корма будет для вашего питомца на раз или на день. Ну, наверное, на день это сложно, потому что дневная норма для собак не всегда хорошо, потому что они могут съесть все это за час. У меня собака точно за час все съест и будет съесть потом голодной. Вот, вот. А как раз для таких собак, которые могут съесть все сразу, и когда вы на работе, ничего им не достанется, можно взять миску с таймером. Миска с таймером? Да. Или кошки, например. Влажный корм вы хотите? Ну, летом влажный корм, наверное, не сохранится хорошо. Вот сухой корм. Или, например, у вас есть собака, которая за кошку съедает корм. Что делать? Легко и просто. Берете миску с таймером, ставите на определенное время, здесь 44 часа максимум можно поставить, и она в определенное время откроется у вас. И будет вот такая вот миска. Все, кошка съела свою порцию, и она не голодная, пока вы на работе. И съела она ее вовремя, да, особенно для тех животных, которые, например, страдают какими-то заболеваниями, им важно по часам есть. Есть просто миска, это вот один таймер, а есть миска, которая закроется, и потом опять откроется. Есть такие миски, да, несколько режимов кормления можно. Плюс, вы все прекрасно видели, есть кормушки с сенсором, и с видеокамерой, как мне тоже нужно ее принести, это отдельная тема. И собака подходит, норма корма ей высыпается. И человек реально может по приложению это все дело контролировать. Очень любопытно. Да, и сегодня еще мы поговорим о том, что важно в жару, это охлаждающие коврики. Точно, смотрите. Вот, это гелевый коврик для собаки. И если жарко, то есть наше покрытие на полу все равно проводит тепло, и все равно от собаки нагревается, особенно для таких крупных собак. Им сложно, ковры есть большие прямо. А вот такой коврик, он не проводит тепло, он наоборот дает прохладу, он не нагревается от собаки. Его не надо смачивать, его не надо на него сыпать лед, или его не нужно замораживать. Он сам по себе такой. Это гелевое наполнение, при котором собака всегда себя прохладно чувствует. То есть этот гелевый не нагревается? Вот я держу руку, и у меня ощущение, что... Он прохладный. Постоянно холодно под подругой. Да, он такой прохладный, очень классный. Но если вы, например, берите с собой кошку, например, в переноске, и вам жарко, ну, то есть ей кошке ваши жарко, например, идти в ветклинику или куда-то ехать, вот такой батареечный вентилятор тоже придумали. Который вы можете на переноску цепляете, берете такой маленький коврик в переноску, и все. И теплового удара, вот он согласен, теплового удара. У вашего животного не будет, потому что в жару сейчас это большая проблема. И накормить проблемы, вовремя, чтобы ваше животное... И охладить нужно. А есть ли какие-то поилки такие, которые можно с собой удобно носить или отпаивать собаку на прогулке? Конечно, конечно. Есть различные бутылки с поилками. Там есть, они как чаши. Например, нажимаешь на бутылку, и сюда вода появляется, и собаку можно попоить. Точно так же вы можете, например, взять с собой пластиковую миску, обычную, одноразовую, и налить туда, там, бутылку воды. Это самое простое. Не нужно ничего покупать. Наливаете, идете с собой. Но если вы куда-то еще едете, то как на дольше охладить можно собаку? Вы можете взять холодное полотенце, например, смоченное в холодной воде, и накрыть. Потому что брызгать собаку, например, с пульверизатора, бессмысленно. Шерсть является же хорошим таким материалом закрывающим, и от внешних факторов, и от внутренних. Поэтому здесь, наверное, побрызгав не удастся. А вот накрыть каким-то прохладным одеялом или полотенцем с мочем будет хорошее охлаждение у вашего питомца. Поэтому многие вещи работают на сегодняшний момент, и многие вещи можно использовать. И вот, кто не знал, такие моменты есть. И для того, чтобы и ваша собака и не переедала, и чтобы не перегревалась, и чтобы охлаждалась, все это хорошо-хорошо работает. И тут в зоомагазинах это можно найти. Причем. Да, ну и, наверное, многие из вас видели в интернете, как вот эти все умные устройства собаки и кошки научились уже обманывать. А здесь нечего, здесь очень все просто. Ну да, в этом случае те варианты, которые вы принесли, да, есть целые комплексы, имея в виду, похожие на кухонные комбайны бесполезные, которые у большинства опылятся на кухне, да, которые уже животные умеют обходить все их вот эти системы, чтобы все равно вернуться к нормальному... И как-нибудь мы это попробуем. Да-да-да, к нормальному рациону. Рафаэль, я тебя отпускаю. Твой звездный час закончен. Теперь не хочет уходить. А, ну не особо. Не особо, конечно. Не особо, да. Николай Леонов, спасибо вам большое. До новых встреч. Продолжим эфир. Спасибо.